Если очень долго и часто думать тем местом, на котором нужно сидеть, оно и разболеться может. Ни самому посмотреть, ни другому показать. А с этими болезнями, как известно, шутки плохи. Не очень-то весело, скажу я вам, всю жизнь провести стоя или лёжа, но только не сидя. Ну каждый человек переживает на самом деле за свою попу. Я, в общем-то, не знаю такого человека, который не переживал бы за столь ответственное место. Есть проблема, она беспокоит точно так же, как зубная боль, только в другом месте. И болевые ощущения могут довести человека до нервного срыва и до желания покончить жизнь в своём месте. А вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Тем более, что вокруг столько интересных и неординарных врачей-проктологов. Это даже не профессия, это призвание. Здесь без любви к пациенту и его мягкому месту никак не обойтись. Чем глубже, тем более информативно. Был как-то случай, как женщина пришла и где-то прочитала в интернете по народным методам, что заболевание такое часто, как геморрой, лечится картошкой. Значит, ты... Она там себе поставила кусочек один, не помогает второй, третий. Уж кто-кто, а проктологи-то знают, как привести пятую точку в рабочее, так сказать, состояние. А вот как расслабляются люди этой суровой профессии после тяжелой смены или рабочего дня? Знаете? Нет-нет, это не то, о чем вы сейчас подумали. Все интеллигентно и под чашечку чая. Они просто делают звук погромче и слушают свои любимые песни. А вот любят врачи этой специальности, как оказалось, очень и очень своеобразную музыку. Шоуманья решила узнать хит-парад любимых песен у людей с очень важной профессией. Сегодня на прицеле проктологи. Итак, пятое место нашего хит-парада. Оказывается, в этой суровой профессии немало представительниц слабого пола. А они, кем бы ни были и какой бы орган ни лечили, все до одной и, конечно же, без ума от Стаса Михайлова. Единственная певица, которая смогла превзойти у дам-практологов Шансонье в нашем опросе, как ни странно, Алсу с песней «Зимний сон». Стас Михайлов отдаем предпочтение, два, да, чуть меньше, там буквально пару песен. И часто на повтор могу поставить «Зимний сон». Голос, тихий, таинственный, где ты? Милый, единственный, сон мой. Да, уж каждой женщине и даже проктологу не хватает романтики. Собственно, на этом лирика заканчивается. И здесь-то начинается самое интересное. Оказывается, врачи, которые лечат мягкое место, слушают музыку пожестче. По «Житью» я слухаю рок, вырез на рок, в песнях «Ти Пёрпл», «Си Ди», «Си Битлз». «Пинг Флойд», «Аквариум», «Машина часа». Многие из них уважают Юрия Шевчука и группу «ДДТ». Он занимает у нас четвертое место. Люблю русский рок конца 80-х, 90-х. Ну, «ДДТ» мне нравится. «Розенбаума» немножко слушаю. Немножко Высоцкого, немножко кино. Немножко «Наутилуса». Вот и в небе жгут корабли, осень мне бы прочь от земли. «ДДТ», «Осенняя» и «Метель». А вот и тройка лидеров. Следом за Шевчуком свой плейлист проктологи обязательно вносят Виктора Цоя. Похоже, что под хит «Перемен» группы «Кино» врачи ждут новое оборудование в своей больнице. Номер один человек в музыке, который меня потряс, это Виктор Цой. Вот до сих пор, и он, кстати, не теряет актуальность. Но воль у них такая же, как и у всех нас. Поэтому ляпи Струбецкой практически у каждого в почете и в плеере. Куда же без него в наши дни? «Войны света», «Войны добра» – это самая сейчас песня интересная и актуальная в наше время. И, наконец-то, лидер нашего хит-парада. Я думаю, все уже догадались, что первое место у группы «Океан Эльзы», которую упоминал каждый опрошенный проктолог. «Океан Эльзы», «Плащ Еремии», «Козак Систерс», сейчас раньше это были «Гайдамаки». Патриотические песни в роковой версии. То, что сейчас неинтересно, за других не могу сказать. «Океан Эльзы», к примеру, это мне нравится в «Современной». Любят «Лекари» практически весь последний альбом группы. Но чаще всего слушают… И здесь, как говорится, шутки неуместны. Странно, но свои профильные песни о ягодицах проктологи вовсе не слушают. Говорят, попса. «А у меня самая, самая, самая красивая попа». Вот такие они непредсказуемые, необычные музыкальные пристрастия врачей и проктологов. А впрочем, чтобы они не слушали, главное, чтобы пациентам больно не делали. Ну, попа всегда была, есть и будет в тренде. Да? То есть попа, особенно если это женская попа, это тоже часть тела, которой восхищались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова